Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре сегодняшнем. Надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Сейчас я немножко поправлю баннер, чтобы он прикрывал. И, наверное, камеру. Так, что-то у меня не очень хорошо получается, прошу прощения. Одну минутку. Ну, пусть будет так, ладно. Вот так. Ну что ж, давайте я, как всегда, скажу несколько общих слов, и мы приступим к нашему сегодняшнему вебинару, который называется «Директ Академия. Анонс мероприятий 2018 года». В самом начале нашего чата находятся две полезные ссылки. Одна из них ведет на наше расписание, в котором можно зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня месяца 2018 года. Вторая ссылка показывает место, где будет размещена запись этого вебинара и где размещены все остальные вебинары, размещаются все остальные вебинары, записи всех вебинаров. Сейчас там примерно 225 записей вебинаров, которые были проведены нашей компанией за все время проведения вебинаров. Давайте также я проанонсирую два вебинара, которые будут следующими. У нас эта вебинарная неделя полностью занятая, все пять дней. Поэтому завтра и послезавтра будут тоже вебинары. Завтра будет вебинар Дмитрия Кричмана, директора по маркетингу компании «Гиперметод». Это будет его первый вебинар в этом году, первый вебинар в цикле вебинаров, который он ведет. Будет называться «Платформа электронного обучения Learning Server 4G». И 19-го в пятницу будет мой вебинар «Преподаватели издательства. Как оптимизировать работу над электронным учебным изданием». Это вебинар о том, как преподавателю стать автором электронного учебника, как автору контактировать с компанией Директ Медиа для этого. Ну и вообще несколько общих слов по поводу того, что такое электронные издания, в чем их преимущество перед обычными изданиями, как с ними работать, как готовить материалы и так далее. Где-то в середине чата я ответил на вопрос по поводу недоходящих сертификатов. Я хотел бы ответить Ирине Евгеньевне о том, что сертификаты, разумеется, рассылаются. То, что они до вас не доходят, это уже третий вопрос. И почему они доходят, это тоже вопрос. Может так статься, что не доходят конкретно до вашего ящика. А может быть так, что сертификаты отсеиваются спам-фильтрами по пути. К сожалению, это судьба любых рассылок. Часть рассылок попадает, отсекается спам-фильтрами. Поэтому, что делать, если сертификат не дошел до вас в течение примерно двух дней после проведения вебинара. Я написал, пользуйтесь вот этим алгоритмом. И тогда мне придется вам прислать сертификат вручную. Хотя, конечно, это занимает определенное время. Но что делать? Все, кто мне присылает письма по поводу недошедших вебинаров, получает потом сертификаты. На самом деле, большая часть сертификатов автоматически доходит. Просто, когда на вебинар приходит 200 человек, обязательно найдутся 10 человек, к которым не дошли сертификаты. Ну и бывают проблемы уже характера такого систематического, когда сертификаты не доходят систематически. Ну, тут можно только посоветовать, попробовать приходить к нам с другого адреса, не связанного с данным провайдером. Потому что полноценного решения этой проблемы, к сожалению, у нас нет. Может быть, еще будут какие-то рекомендации, но продавить все спам-фильтры по пути, к сожалению, это очень сложно делать. Поэтому будем считать, что автоматически они доходят, а если не доходят, решаем этот вопрос в ручном характере. Ну что ж, я так подробно остановился на этом вопросе, потому что все равно это касается сегодняшней темы. Директ Академия действительно анонсирует рассылку бесплатных сертификатов. Хотя, конечно, нам не хотелось бы, чтобы выходили к нам исключительно ради сертификатов. Это не сама цель для нас привлечь людей, которым нужна только бумажка. Нам хотелось бы, чтобы вам было интересно ко всему прочему. Но, тем не менее, это касается сегодняшней темы. Будем считать, что тема сегодняшняя уже началась. Ну что ж, давайте дальше пойдем, собственно, начнем. Для тех, кто, может быть, не знает главный сайт нашей Директ Академии, это вот он так и звучит, Директ Академия.ру. В самом начале чата, повторюсь, эта ссылка приведена. Собственно, это сайтик очень маленький. На нем располагается только расписание и некоторые дополнительные странички, поясняющие нашу деятельность. В чем-то этот сайт напоминает просто лендинг-пейдж, на котором мы собрали информацию о нашем проекте вебинаров. Пару просто слов о проекте и о структуре нашего сайта. Ну, кто-то, наверное, уже был позавчера на моем вебинаре. Я повторю несколько слайдов отсюда о том, что Директ Академия для нас, не знаю, как для вас, а для нас это проект совершенно новый и по объему беспрецедентный. Если иметь в виду, что основной деятельностью нашей компании, конечно, не является вебинарная деятельность, но, тем не менее, мы внутри себя выделили вот такой проект, который, по сути дела, превратился в этом году в вебинары, которые ведутся каждый рабочий день. Вот более 150 вебинаров мы проведем за этот учебный год. Летом мы их не проводим, хотя посмотрим, как в этом году пойдет. Вот за 10 месяцев мы проводим более 150 вебинаров. Это, по сути дела, каждый рабочий день по вебинару. Всего наша вебинарная система, около 30 тысяч человек вебинаров было проведено за это время. Ну и большими темпами нарастает количество человек, которые к нам приходят. Обращаю ваше внимание, что на главной странице нашего сайта есть несколько, скажем так, разделов. В самом низу сайта находится интерактивное расписание вебинаров. Некоторые задают вопрос, может быть, им не совсем понятно, как это все работает. Интерактивное расписание вебинаров выполнено в виде оси времени, на котором нанесены все наши вебинары. При помощи вот этого слайдера вы можете перемещать текущее положение расписания на любой день учебного года. И вот здесь есть ссылка «Зарегистрироваться», на которой вы можете нажать и зарегистрироваться на любом мероприятии. Обращаю ваше внимание, до этого интерактивного расписания, как правило, есть статическое расписание на неделю, которое сразу бросается в глаза. А вот это расписание, оно более такое продвинутое, потому что оно на весь срок. Ну и кроме как слайдером, можно ходить вот здесь непосредственно по оси времени и выбирать нужный период времени, сразу на него переходить. Что происходит после того, как вебинар проводится? Из расписания он не пропадает, а преобразуется вот в такую вот запись. Эта запись отличается от предыдущей единственным свойством. Вместо слова «Зарегистрироваться» возникает запись «Смотреть запись». Есть некоторый переходной период между проведением вебинара и появлением записи. Как правило, он составляет не больше недели. Где-то ориентировочно в четверг вечером я выкладываю все вебинары предыдущей недели на YouTube. И в этот момент появляется вот здесь кнопочка «Смотреть запись» вместо кнопки «Зарегистрироваться». Ну, достаточно понятно, может быть, непонятно тем, кто в первый раз зашел на сайт, и мне периодически такие вопросы задают, поэтому я сделал эти слайды для разъяснения. Ну и наверху у нас располагается, наверху главной страницы сайта, у нас располагаются ближайшие ключевые вебинары, информация о том, что происходит на данной вебинатной неделе. Там, как правило, 4-5 строк с описанием вебинаров, уже таких статических строк, но это, видимо, и так всем понятно. Мы высылаем всем бесплатные электронные именные сертификаты. Я думаю, что практически каждый из вас уже такие сертификаты получил. Кто не получал, кто первый раз, может быть, сегодня, тот их обязательно получит. Если повторюсь еще раз, потому что вопрос постоянно мне задают. Вот, если не пришел сертификат в течение двух дней, вот пишите по адресу, который приведен в... Перемотайте чуть-чуть наверх чат, увидите этот адрес, по которому надо послать информацию о том, что не дошел сертификат. Если, конечно, он для вас важен. Если не важен, можете не беспокоиться. Но большая просьба, если даже сертификат вам не важен, не отправляйте это письмо в спам, потому что это помешает вашим коллегам, которым сертификаты нужны, получать сертификаты. И снизит их вероятность дохода сертификата до них по почтовым каналам. Так что будьте терпимее, если вам сертификаты не нужны, все равно их в спам не отправляйте. Хочу также обратить внимание, что если вы хотите получать сертификат, вам надо быть внимательным при заполнении регистрационной формы. Во-первых, совершенно точно указать ваши фамилии и имя отчества с большой буквы, как полагается. То есть именно так, как вы хотите, чтобы фамилия и имя отчества было указано на сертификате. И, конечно, вам надо указать ваш рабочий адрес, конкретно ваш личный и конкретно рабочий, потому что именно туда придет ваш сертификат. Желательно не совмещать двух или трех фамилий на одном рабочем адресе, даже в разных вебинарах, потому что это может приводить к путанице, и люди могут не получать потом сертификаты на свое имя, а получать сертификаты на чужое имя. То есть правило «один человек, один адрес» должно соблюдаться. Повторюсь, что все наши вебинары выкладываются на YouTube. Не все вебинарные системы делают это, точнее, не все площадки аналогичные нашим делают это. Мы это делаем, это наша политика. Мы в открытом доступе выставляем все наши вебинары, и ими потом можно пользоваться как учебными пособиями. Что я и призываю вас делать, подписавшись на наш канал на YouTube. По этому поводу много говорить не буду. На самом деле это достаточно мощный способ обучить ваших новых сотрудников, которые приходят и которые еще не слушали наши вебинары. Почти всегда среди наших вебинаров можно найти такие, подобрать 2-3 вебинара и быстро обучить ваших новых сотрудников, если это в основном сотрудники библиотеки, основам работы с нашими продуктами. Ну, я уже не говорю про те вебинары, которые вам интересны уже в другом характере, не по нашим продуктам, а какие-то другие. Это тоже можно сделать. Открываю вам большой секрет, который мало кому почему-то приходит в голову. Какая еще есть приятность в том, что вебинары лежат на YouTube? По сравнению с просмотром вебинара в вебинарной системе, такое тоже допускается, на YouTube можно увеличить скорость. И я всегда смотрю, если мне надо что-то напомнить для себя, я всегда смотрю свои, да и чужие тоже вебинары на скорости 1,5-2. В YouTube это можно сделать без увеличения, без изменения тембра голоса. Это очень удобно. Дело в том, что вебинары, человек, который либо выступает перед аудиторией, либо выступает на вебинаре, темп его говорения не всегда достаточно велик в силу естественных ограничений. Он не может тараторить так, как диктор это делает в момент проигрывания рекламы на радио, например. Тем не менее, в большинстве случаев, особенно в гуманитарных случаях, никогда это какой-то сложный материал. Для того, чтобы прослушать вебинар, его можно прослушивать гораздо большей скорости. При этом вы просто выигрываете время в два раза. Поэтому выкладывание вебинаров на YouTube еще и вот это преимущество дает экономию во времени. То есть потом вы сможете напомнить себе вебинар гораздо быстрее, чем при его посещении, потратить меньше времени. Все наши вебинары располагаются в плейлисте вебинары. На нашем канале есть не только плейлист вебинары, но и многие другие плейлисты. Но в данном контексте нас интересует плейлист вебинары. И вот именно там все выкладывается. Наиболее новые вебинары располагаются сверху. То есть сразу вы видите самые свежие вебинары, а спускаясь вниз, видите более старые вебинары. Ну, разумеется, можно еще и поиском воспользоваться по каналу и тогда найдете все, что вам надо. Самое главное, что есть в нашей системе вебинарной, это спикеры наши. То есть ведущие вебинаров. Мы стараемся выбирать наиболее интересных людей и вам их представлять. Ну, наверное, про нас, про нашу компанию так говорить немножко нескромно. Я имею в виду приглашенных наших спикеров. А мы просто выполняем свой долг, рассказываем вам о наших продуктах. Ну и давайте про наших спикеров поговорим немножко. У нас три цикла вебинаров. Ну, на самом деле, четыре. Есть такие вот циклы, которые то появляются, то исчезают. Но постоянных циклов у нас три. Это цикл от первого лица, цикл эксперт на связи и цикл в полдень с Директ Медиа. Вот последний цикл в полдень с Директ Медиа. Это наши вебинары, собственно, от компании Директ Медиа. И вот сегодняшний вебинар относится к этому циклу. Давайте я сразу об этих циклах начну говорить. Итак, что входит в цикл в полдень с Директ Медиа? Это, во-первых, наши продуктовые вебинары. Каждые полгода мы даем серию примерно из 8-10 наших продуктовых вебинаров, в которых мы рассказываем все о наших ЭБС, в частности, об университетской библиотеке онлайн, большой пол вебинаров, и о других наших продуктах, таких как «Библиошкола», «Атпортал», «Артотека», «Библиотека Нонфикшн» и так далее. Кроме того, это вебинары, которые мы называем «Отраслевые». Эти вебинары в основном ведет наш генеральный директор Константин Николаевич Костюк. Его вебинары, они тоже относятся к нашим продуктам, но они имеют гораздо более широкий фундамент, скажем так. Это не непосредственные продуктовые вебинары, это вебинары более научного характера, философского характера. Поэтому мы их называем «Отраслевые» вебинары. Ну и также вебинары, которые веду в основном я, и которые касаются вопросов электронного обучения и работы с учебным онлайн-контентом. Тоже большую часть наших вебинаров составляет. Вот наши спикеры. Это наши директора Константин Николаевич Костюк и заместитель генерального директора Олег Владимирович Молодецкий. Ваш покорный слуга, который ведет достаточно большое количество вебинаров, собственно, как спикер. Ну и, как вы знаете, наверное, я являюсь ведущим всех вебинаров Директ-Академии. Наши редактора Анна Иванова и Наталья Башкова ведут вебинары, связанные с авторской деятельностью и с контентом-наполнением наших проектов. Юлия Долбилова, руководитель Приволжского филиала Университетской библиотеки онлайн, ведет вебинары, связанные с библиошколой. И, наконец, Константин Леонтьев, наш юрист, ведет вебинары, связанные с авторским правом в интернете. Двое из названных спикеров, Константин Николаевич Костюк и ваш покорный слуга, Калиников Павел Юрьевич, мы ведем треки вебинаров, то есть достаточно часто перед вами появляемся, и у нас целые тематики, связанные с нашими вебинарами. Не отдельные вебинары, а целые треки вебинаров. Константин Николаевич Костюк, вот такие вебинары прошли, я не отделяю те, которые прошли, от тех, которых будет. Вот таким светло-синеватым, синевато-зеленоватым цветом я пометил те вебинары, которые уже прошли. И вот вебинар, который нам еще предстоит, стандарт по ЭБС «Взойти или объехать». И я надеюсь, что в ближайшее время Константин Николаевич даст мне темы для тех вебинаров, которые еще предстоят нам выслушать в этом семестре. Пока, к сожалению, у меня их нет, но как только будет, то, разумеется, до вас сразу доведу. Я веду сразу два трека. Это наш продуктовый трек, и вот сейчас мы присутствуем как раз на вебинаре этого трека. Нам предстоят, кроме позавчерашнего вебинара и того вебинара, который проходит сейчас, еще такие вебинары в самое ближайшее время, в основном они все пройдут в феврале. В январе-феврале, некоторые в марте пройдут. Итак, послезавтрашний вебинар «Преподаватели издательства. Как оптимизировать работу над электронным учебным изданием». Университетская библиотека онлайн для библиотекаря и рекомендательный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн. Это базовые вебинары для библиотекарей вузовских. Дальше вебинар, который для преподавателей. Это университетская библиотека онлайн для преподавателя. Читаем, работаем, публикуем. Собственно, это такой пользовательский вебинар, который рассказывает, что есть в университетской библиотеке онлайн в роли преподавателя. Роль преподавателя немножко менее сложная, чем роль библиотекаря, поэтому посвящен этому один вебинар. Ну и заодно в этом вебинаре рассказывается, что интересного для преподавателей есть в других продуктах компании Директ Медиа. Отдельный вебинар про продукт, который называется «Библиотека Нонфикшн». Это решение для публичных библиотек. Некий другой образ нашей университетской библиотеки онлайн, в другом виде представленный, в более удобное решение для публичных библиотек, а не для вузовских библиотек. Другая форма подачи материала и, самое главное, другая форма покупки контента. Ну и три вебинара по теме, которые я очень люблю, и теме, которые я сам имею большое отношение. Это арт-портал и арт-отека. В этом году арт-отеке исполняется три года, и вот как раз в это время я проведу соответствующий вебинар. Второй трек, который я веду, это контентный трек, посвященный работе с электронным учебным контентом. Четыре вебинара по этому направлению я уже провел в первом семестре. В основном они все были посвящены учебному видео. Следующие вебинары будут таковы, и состоятся они в основном весной, в апреле, мае и частично июне. Темы такие. Два вебинара по работе с текстом. Это не стандартная работа с текстом, это не про редакторские вопросы, это про авторские вопросы, как автор должен видеть свой учебный текст. Немножко про методику, больше про структуру, про электронную типографику, про то, как текст работает в новом качестве, не в качестве текста, в качестве части мультимедийной информации и так далее. Следующий мой вебинар «Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса». Такой контентно-продвиженческий вебинар для авторов электронного учебного контента. Следующий вебинар, это впервые он будет воспроизведен. Вот этот вот вебинар. Вебинар — это очень просто, практические советы преподавателям. Онлайн-обучение стремительными темпами входит сейчас в вузы, заходит, скажем так, в вузы, и преподавателям очень часто становится необходимым становиться, ну, во-первых, авторами учебного контента, а во-вторых, ведущими вебинаров. Вот этот вебинар будет посвящен тому обсуждению вопроса, как преподавателю попроще войти в эту роль, в эту роль ведущего. Эта роль не очень простая, требует достаточно много энергии, и есть свои нюансы. А с другой стороны, нет никаких непреодолимых преград, чтобы преподаватель, который нормально выходит к своей аудитории студенческой и рассказывает свой предмет, не стал бы спикером вебинара. И вот тут просто надо преодолеть какую-то внутреннюю планку, пройти ее, и все будет нормально. Один вебинар из моих вебинаров будет посвящен этому. Возможно, когда-нибудь это вырастет в отдельный электронный учебный курс, но посмотрим. Следующие вебинары посвящены качеству учебного контента. Мой любимый вебинар – это вебинар по осям времени. Информация про оси времени. У вас уже был похожий вебинар от Марины Орешко, но я подам этот материал немножко в другом ключе. Далее вебинар посвящен интерактивным путешествиям с соответствующим инструментарием. В основном весь мой контентный трек посвящен инструментарию. То есть это не просто слова теоретические, это еще и информация о том, какими инструментами можно воспользоваться для того, чтобы что-то сделать. Ну и два относительно новых вебинара. Первый вебинар про изображение высокой четкости, гигапиксельные изображения, как их можно использовать для обучения, где их брать и при помощи каких инструментов с ними работать. И использование интерактивных карт в обучении, использование геосервисов. Все это в последние годы стало вполне доступным для использования преподавателями непосредственно, без участия дополнительной большой команды, дизайнеров, программистов и так далее. Поэтому я вам расскажу, как это делать просто вашими собственными руками. Следующий нас цикл, это цикл от первого лица. Цикл, на который мы приглашаем первых лиц, как правило, это директора или из директорского состава, часто и основатели каких-то компаний, успешных компаний на рынке агрегации контента, производства контента, издательских компаний, компаний-вендоров программного обеспечения и так далее. Я хотел бы сказать, что, к счастью, такие лица, несмотря на то, что у них не всегда бывает время, с удовольствием ходят на наши вебинары, становятся нашими спикерами, и мы это используем, мы приглашаем таких людей к нам. И вы, наверное, если кто-то уже участвовал в наших вебинарах, видели, что таких лиц у нас достаточно много, мы и дальше будем это делать, и я вам сейчас расскажу о наших планах. Ну вот, примерный состав тех людей, которые у нас уже были в прошлом году и в начале этого года. К этому циклу относится трек вебинаров компании Гиперметод от Дмитрия Кречмана. Он расскажет нам о своей платформе Learning Service 4G и вообще о продукции компании Гиперметод. Этот трек начинается прямо завтра. Завтра Дмитрий нам начнет рассказывать о своих продуктах. Мы, если вы, если вы знаете, мы посвятили уже достаточно много времени нашим вендорам, вендорам платформ онлайн обучения. У нас уже побывали, если не до, не до, больше, наверное, больше, чем до половины всех существующих в России компаний, которые продвигают свои продукты на этом рынке. Ну и Дмитрия Кречмана мы пригласили. Он прочтет не один вебинар и не три вебинара, как Степик у нас прочел. Потому, такое количество вебинаров, потому, что его платформа очень популярна именно в ВУЗах. И сам Дмитрий преподает в ВУЗе. И она не зря популярна. Под ВУЗ она более приспособлена, чем многие другие программы, многие другие платформы. Вот, и поэтому Дмитрий у нас вот в течение ближайшего полугода каждый месяц будет выходить в эфир и рассказывать о своей продукции. Кто у нас уже побывал, это вот альтернатива, это веб-тьютор Алексей Корольков. Он рассказал о своей продукции, о тенденциях в онлайн-обучении. Эта система дистанционного обучения пока не очень популярна именно в ВУЗах, но зато, кто имеет отношение к корпоративному обучению, знает, что на корпоративном рынке в России это почти что номер один. Хорошо, что он пришел, нам все рассказал. Сверхпопулярно на рынке нет, не назову это рынком, потому что эта система бесплатна, система Moodle, и о системе Moodle нам рассказал Алексей Дьяченко. Я думаю, что мы его еще будем приглашать, возможно, даже в этом семестре пригласим еще. Мы продолжаем вебинары от наших издательств и партнеров. У нас в начале в сентябре-октябре были два издательства. Ольга Бородина, генеральный директор издательства Владос, Кирилл Уваров, генеральный директор инфроинженерии, инфроинженерии. И в этом семестре мы продолжим знакомство с издательствами. Сейчас у меня будут по этому поводу тоже анонсы. Мы приглашаем также создателей онлайн-ресурсов, которые интересны для вузов. Вот у нас в ноябре выступила и в апреле еще раз выступит Алла Носкова. был вебинар под названием «Инструменты сайта Поступи онлайн для старшеклассника, эпитурента, педагога, профориентатора и вуза». Сайт чрезвычайно интересный как будущему студенту, так и вузу. В основном вузу, который хочет продвигать свои услуги. Поэтому Алла у нас появится еще в апреле, как раз тогда, когда запускается приемная компания в вузах и расскажет нам о том, как использовать ее инструмент для вуза. Кто у нас еще был? Был совершенно замечательный человек, Сергей Маскалев, создатель приложения Punta Switcher, которое стоит на многих миллионах компьютеров по России и везде, где есть Кириллица. Вот то, что я говорю «был», это значит, что, может быть, эти люди еще к нам придут. Возможно, всем им понравилось у нас, у нас достаточно много народа, и я с удовольствием буду их еще приглашать. Также замечательный человек, автор концепции и приложения объясняшки Сергей Гевлич. Ну, и Сергей Снегирев, основатель платформы Branch Track, был у нас. Не с первого раза, правда, он к нам попал. Да, мы были вынуждены перенести вебинар, потому что время в Риге и в Москве не совпадает, и мы не состыковались с Сергеем, но потом этот вебинар был проведен, это очень интересно. Обращаю внимание, что Branch Track это, наверное, единственный российский, ну, это не российский продукт, а сделанный русскоязычным основателем, да, который, сам он в Риге живет, который входит в международный топ 200 продуктов для онлайн обучения. Ну и вот что у нас будет в ближайшее время. 1 февраля у нас будет ведущий Галина Сартан, руководитель консалтинговой компании Catarsis Business Group с вебинаром «Как проводить онлайн тренинги». На нашей платформе еще не было людей, которые позиционируют себя как консалтеры, как тренеры. Вот это первый такой человек, и я надеюсь, этот опыт будет для вас интересен, потому что, конечно, многие преподаватели в вузах интересуются, как им выйти на рынок образовательных услуг вне своего вуза, вне школы, представить себя как личность, как не внутри вузовского коллектива, а просто как самостоятельный преподаватель. Я надеюсь, что Галина нам подаст какие-то идеи по этому поводу. Ну и следующий, наиболее обширный наш цикл это эксперт на связи. Конечно, первые лица это здорово, но так, я увидел, что-то появилось у меня во вкладке вопросы, сейчас постараюсь ответить. Так, по поводу сертификата, в конце отвечу. первые лица не исчерпывают всей экспертности, которая есть на рынке и в предметных областях. Поэтому мы с удовольствием приглашаем экспертов из любых областей, которые просто обладают какими-то знаниями интересными для нашей аудитории. прежде всего я представлю тех экспертов, которые у нас ведут треки, то есть в течение всего года ведут вебинары. Это Татьяна Телегина, я буду номерами представлять этих людей. По содержанию я расскажу чуть попозже. скажу только, что Татьяна это на настоящий момент точное попадание в нашу аудиторию, это наиболее востребованный автор у нас. На ее вебинарах всегда может быть к сожалению для нас переполненная комната вебинарная, даже не все могут попасть на ее вебинары. второй наш спикер это Софья Багдасарова. Здесь речь идет скорее о такой утонченности, о искусстве, об истории искусства. Ну и тут с одной стороны, конечно, ее вебинары очень интересны, будут до специфической аудитории, для которой искусство является и профессией тоже, то есть например вузом по искусству, соответствующим учебным заведениям или учебным центром, в которых искусство, история, искусство, искусствоведение преподаются. Ну а с другой стороны, мы думаем, что ее вебинары интересны просто людям послушать, потому что это большое удовольствие слушать ее. Я просто анализировал иногда анализирую, кто приходит на наши вебинары, вот к Софии иногда приходят директора издательств, которые явно напрямую не связаны с данной тематикой, то есть это просто интересно. Юрий Белоножкин, Юрий Николаевич, который традиционно ведет у нас достаточно большое количество вебинаров о составе чуть-чуть попозже поговорим, поговорим, ну и Марина Орешко, которая ведет вебинары тоже по работе с контентом, как и многие из нас, но как и Татьяна Телегина, как и я, но ее специфика в том, что она сама библиотечный работник и хорошо представляет нужды библиотечных работников, поэтому ее вебинары очень интересны именно этой категории наших слушателей, ну и не только этой, ее вебинары тоже интересны, к ней тоже за 200 человек приходят часто, вот, то есть очень востребованный ведущий, ну а теперь чуть-чуть подробнее, трек вебинаров Татьяны Телегиной, не буду перечислять те вебинары, вот синеньким они показаны, которые уже проведены, что еще нас ожидает в ближайшем, буквально в ближайшем будущем, это вебинары фэншуй для ВКР, работы с текстом, форматирование и оформление, списки источников и ссылки, дальше идет очень интересная серия, которая называется библиография для небиблиографов, я думаю, что очень интересно будет послушать преподавателям, аспирантам, возможно, студентам, которые готовят ВКР, как относиться к библиографии тем, для кого библиография не является их прямой профессией. Вот четыре таких вебинара из цикла библиографии для небиблиографов, ну и еще вебинары россыпью, генераторы генераторы библиографических описаний и ссылок благо или зло, библиографическая евристика и вот два вебинара по библиографической евристике. Татьяна Телегина появляется у нас достаточно часто, примерно раз в две недели проходит ее вебинар. Юрий Николаевич Белоножкин, его вебинары посвящены электронному обучению и я бы сказал очень интересным областям в электронном обучении. Это не традиционные области, а области, которые только появляются, такие как создание ботов для обучения, вопросы психологии, взаимодействия, методические вопросы и так далее. Ну и это вот то, что уже было и то, что предстоит в ближайшее время. Это аватары в онлайн педагогике, тоже средство такой автоматизации, видеостриминг, два вебинара по видеостримингу. У нас уже были вебинары по видеостримингу, которые вел Игорь Белянин, ну а это продолжение данной темы. Видеостриминг точно так же, как и собственно сами вебинары являются сейчас одним из ведущих направлением развития в обучении в том числе. И я думаю, эти вебинары будут интересны. Ну и несколько вебинаров, посвященных конкретным продуктам, таких как Видеостриминга, Ракетюм и так далее. то есть такие вебинары тоже инструментальные. Я надеюсь, это тоже будет для вас интересно. Инструментальные вебинары всегда привлекают внимание, потому что это конкретный инструмент, которым пришел на вебинар, освоил и получил новую компетенцию, которая тебе может пригодиться. Как я уже говорил, Софья Богдасарова ведет вебинары по искусству, но если кто-то помнит наши сентябрьские вебинары, я попросил ее первые два вебинара провести по Википедии. Софья активный участник, один из активнейших участников российской Википедии, которая создала много статей, ну и кроме того, она наверное не столько статьями может быть отметилась, только тем количеством медиафайлов, файлов по искусству, которые она загрузила на Викисклад, загрузила, писала, атрибутировала и так далее. И первые два вебинара у нас были посвящены Википедии, как с ней работать, как с ней работать не просто в качестве человека, который заходит и читает статью, как на ней находить нужную информацию, чему верить, чему не верить, и как использовать такие площадки Википедии, как Викисклад для нахождения необходимой информации. Викисклад это более 40 миллионов медиафайлов, находящихся в свободном доступе. Это огромная коллекция медиафайлов, которые в обучении может пригодиться. Ну и сейчас Софья ведет цикл искусства, искусствоведения и ее... Да, хочу сказать, что Софья недавно получила премию, премию, прошу прощения, победила в конкурсе, к сожалению, забыл, как называется конкурс, на лучший блок, и ее блок был признан лучшим в области искусства. если кто-то находится в фейсбуке и подписан на нашу страничку, там была информация о интервью, которое Софья дала в связи с вот этой вот победой. У нее очень интересные темы, ну и те темы, которые она нам читает по искусству, это тоже очень интересно. Вы видите, что это очень нестандартные темы, они касаются вопросов иногда острых, иногда тех, которые ну вот где-то на грани искусства и ну скажу только, что Софья у себя в блоге ведет ведет тему, которая называется цикл, который называется «Омерзительное искусствоведение», да, то есть о тех вопросах в искусстве было отражено достаточно много того, что не принято показывать, всякие убийства и другие вещи, которые не очень с эстетикой совместимы, но зато это достаточно интересует публику. Вот Софья, она рассказывает как о высоком искусстве, так и о вот этой стороне искусства. Ну и у нас она тоже занимается такими очень интересными вопросами, частными, но достаточно интересными. достаточно почитать название ее вебинаров. В ближайшее время нам предстоит в январе вебинар «Почему даже портреты знаменитых убийц и деспотов в Ренессансе так прекрасны» или «Про то, как достоинство и гордость влияют на искусство». Ну и вот еще вебинары, которые нам предстоят. Я напоминаю, я не даю здесь ссылок прямо в в чате. Я надеюсь, что вот по той ссылке, которая в самом начале «Директ Академия.ру» вы перейдете и если вас по ходу моего рассказа заинтересует конкретный вебинар, вы сразу на него и зарегистрируетесь в нашем интерактивном расписании. Ну и вот что еще нам предстоит в этом году. Почему женщина Рубенса толстая в кавычках или про то, как менялся идеал женской красоты, про прекрасные картины в эпоху мушкетеров, про Екатерину Великую и китайское искусство, про Наполеона и как он повлиял на искусство, про искусство импрессионистов и прерафаэлитов, почему их современники считали безобразными художниками, а мы таковыми не считаем и так далее. В общем, я с огромным удовольствием сам слушаю ее вебинары. Как я уже говорил, Марина Орешко уже прочла у нас четыре вебинара и каждый месяц Марина проводит у нас вебинар. вебинар еще раз повторюсь, что Марина Орешко читает вебинары в основном по тому, как обращаться с контентом, с электронным контентом, вебинар делает она это в основном в привязке к проблемам, к проблематике библиотечного дела. Ну и что нас еще в ближайшее время предстоит? Мобильные инструкции, инструкции по применению в библиотеке, литературная инфографика просто о сложном, скрайбинг и анимированные презентации, видеоинформация в новом формате, цифровые путешествия, виртуальные экскурсии, библиотечное видео, буктрейлеры и видеолекции. Приглашаю всех не только библиотекарей, но и преподавателей и других наших посетителей на трек Марина Орешко. Трек вебинаров компании Stepik прошел и я думаю мы будем еще их приглашать. Не знаю пригласим ли мы их в этом семестре или в следующем году, но обязательно снова пригласим. Наталья Феофанова сделала замечательный трек по онлайн платформе Stepik. Эта платформа на мой взгляд очень должна быть интересна преподавателям, потому что она позволяет без затрат подготовить и разместить электронный учебный курс. Возможно также монетизация, но а если вы не предусматриваете монетизации, то для вас вообще все бесплатно на этой платформе. более того, вы можете на этой платформе даже воспользоваться бесплатным сервисом видео студии, если находитесь в Питере или в Москве. Ну и отдельные эксперты, которые у нас были. Не часто мы приглашаем, к сожалению, экспертов по технической направленности. Вот один из них, Денис Ажигин, который рассказывал про систему автоматизированного проектирования. Математик Максим Скрябин, но он, конечно, не математик, нельзя его описать словом одним математиком, он в настоящий момент старший аналитик данных в том же степике, кандидат физико-математических наук, рассказал нам об анатомии визуализации. Про визуализацию так или иначе рассказывают многие наши авторы, но Максим рассказывал это с точки зрения комплексного подхода, как выбрать вид визуализации для ваших целей. Юра Майский, которого мы приглашали, еще будем приглашать, рассказал нам о том, как работать с голосом. Любому преподавателю это важно. Вот я сейчас в течение часа вам говорю, и это большая нагрузка на голос. Преподаватели, которые весь день находятся в УЗИ и проводят занятия иногда по много часов, для них это всегда проблема. Для ведущих вебинаров это тоже большая проблема. И Юрий Майский рассказывает, как с этим быть, начиная от чисто физиологических проблем и кончая приемами мастерства, как сделать так, чтобы речь не запиналась, ну и многие другие вопросы. Иван Травкин, который был совсем недавно у нас 11 часа, 10 января, провел блестящий вебинар программирования образовательной среды, которое вызвало бурную дискуссию. Мы Ивана еще обязательно позовем. Иван преподаватель математики в Сахалинском государственном университете. В кругу специалистов по онлайн обучению имеет огромное авторитет, у него много идей и много мыслей по онлайн обучению, поэтому с ним всегда интересно. Вот то, что еще предстоит. Это вебинар Марины Эрштейн, доцента кафедры русской и зарубежной литературы. Марина посетила несколько моих курсов, была участником нескольких моих курсов. И на примере этого вебинара я хотел бы показать, как преподаватель вуза, усвоив некоторые знания в области инструментария, что он может достичь, какие новые компетенции у него появляются и какие преимущества в своем собственном предмете он приобретает за счет овладения вот этими вот инструментами. Марина, ну не буду о ней говорить в таких возвышенных тонах, просто это одна из лучших моих слушательниц, учениц. я ее с удовольствием пригласил в качестве ведущего, чтобы она поделилась с вами информацией, так сказать, лицом к лицу, то есть от имени преподавателя вуза, что может приобрести преподаватель вуза, освоив соответствующие онлайн инструменты. 26 февраля нам предстоит встреча с Андреем Володиным, доцентом кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ, очень интересный и человек, и направление его деятельности очень интересно, это Digital Humanities, если по-английски говорить, если говорить по-русски, это Цифровые гуманитарные науки, наверное, так надо переводить, то есть это нечто находящееся на стыке гуманитарного направления, в частности истории, которое является родной наукой для Андрея, и направление цифрового, то есть что может дать обработка данных, цифровых данных для истории, какие новые открытия в гуманитарных науках можно сделать, если вы используете математические цифровые методы, я один слушал его примерно по этой же теме на конференции по онлайн обучению, это очень интересная тема, так как большинство из нас, насколько я знаю, приходящих здесь, являются гуманитариями, мне кажется, для вас будет это чрезвычайно интересно, как пример применения цифровых метод, то есть чужой области в вашей области, что это может дать, какие междисциплинарные возможности открываются в связи с этим. Еще два вебинара, которые пройдут, один я его здесь не перечислил, но он у нас проводился, вебинары от издательства лаборатории знаний, которые выпускают книги по техническому направлению, в частности, очень серьезно рассматривают вопрос, связанный с робототехникой, и вот два вебинара, которые нам предстоят, 29 вебинара, 29 января, организация проектной деятельности школьников средствами образовательной робототехники, на примере серии книг робофишки, и еще один вебинар, который пройдет 19 февраля, наука это интересно, расширяем кругозор школьника и студента, научно-популярной литературы, издательства лаборатории знаний, проведут первый вебинар Надежда Самылкина, второй вебинар Ирина Опимах, ну и давайте помечтаем, что еще и кого еще мы будем приглашать, но на ближайшие 6 месяцев, которые нам предстоят, ну 5 с половиной, не вся программа еще сверстана, но есть некоторые наметки, кого мы еще будем приглашать, у меня есть целый список, которые я пока из примерно 50, наверное, спикеров, которые пока не дали согласия, я с ними не говорил, но надеюсь, что они дадут согласия, эти имена я оглашать пока не буду, буду говорить просто кого я собираюсь приглашать на наш, на Директ Академию. Это, конечно, издатели, в основном издатели, которые с нами сотрудничают, размещают книги в университетской библиотеке онлайн. Продолжим с основателями платформ онлайн образования и контент платформ, может быть пригласим кого-то, если согласятся от международных платформ, таких как Курсера. Будем приглашать известных ученых, профессоров, которые имеют интересные концепции в своих областях знаний. Будем приглашать представителей общественных организаций. У меня есть, например, мечта пригласить сюда коллег из Теплицы социальных технологий. Замечательная общественная организация, которая много делает для продвижения технологий, цифровых технологий в гуманитарной области. Будем приглашать, как и раньше, руководителей государственных органов по мере появления новых законов или каких-то новых постановлений. в прошлом году у нас были представители из книжной палаты, руководитель книжной палаты. Будем стараться приглашать авторов популярных книг. Я с удовольствием буду приглашать известных блогеров. Конечно, не просто так, а тех, которые имеют какое-то отношение к обучению, как это у нас было вчера, когда Наталья Зайцева нам рассказывала про свой видеоблог, учебный видеоблог. Ну и буду приглашать просто интересных людей, которые могут что-то рассказать нам интересное в нашей области. Вот такие общие слова, но надеюсь, что они заполнятся по мере наполнения конкретными личностями спикеров будет проходить. Можно будет рассказать об этом более подробно. Ну и что еще я хотел бы вам рассказать и какую идею вбросить, как говорил у нас в свое время Михаил Сергеевич Горбачев. Вот вбрасываю вам такую идею. Мы решили, что может быть интересно будет послушать и вас самих. Если у вас есть идеи, по проведению собственных вебинаров, мы готовы рассмотреть ваши темы и провести ваши вебинары в Директ-Академии, но мы хотим сделать это на конкурсной основе. Ко мне уже обращались люди с просьбой рассмотреть их вебинары для проведения в Директ-Академии и мы решили поступить следующим образом. Я вам сейчас дам ссылочку. Это ссылка на документ в Google Доке. По этой ссылке вы можете заполнить табличку, строку в этой табличке со своим предложением темы и объяснением этой темы. В течение нескольких месяцев до апреля мы будем до конца апреля мы будем собирать ваши заявки. В мае мы проведем голосование. Ну, если будет что голосовать, если будут предложения, может быть, таких предложений не будет. И несколько вебинаров, 1-2, может быть, 3, если будет много. В июне месяце мы проведем Ваши пользовательские Чтобы Вы опять же выступили лицом к лицу Друг с другом О том мы вам вещаем От своего имени Кого-то приглашаем А может быть вам интересно и между собой Тоже какие-то темы обсудить Соответственно я с удовольствием Выступлю организатором И ведущим этих вебинаров То есть И дам слово спикерам Которые победят В мае мы проведем голосование Онлайн голосование На основе Google форм Ну и Те кто Получит максимальное количество голосов Получит право прочитать вебинар У нас в Директ академии Так что обдумывайте темы Заполняйте строки по этой ссылке И Я эту ссылку теперь буду давать Периодически на наших вебинарах Да Вот И Пожалуйста принимайте участие В наших вебинарах Ну что ж Наш Наш час Истек Я надеюсь Что я прояснил вам немного Наши концепции Да Я еще не сказал о двух Наших идеях Которые Возможно будут В ближайшее время Мы Объявим о О том Что на платформе Директ академия Ну Это скорее будет Предложение не вам Как конкретным людям Как Вузам И Юридическим лицам Ряд наших спикеров Выйдет с предложением О Онлайн курсах Курсах Которые мы Готовы провести Для Ваших вузах Юридических лиц Вот Об этом я Отдельно скажу Когда тематика Будет Согласована Это будет Примерно Пять-шесть Курсов Вот Ну Когда придет До этого Время Дойдет до этого Время Я об этом Объявлю Ну что ж Коллеги Есть ли у вас Какие-то вопросы По Сегодняшней теме Или может быть Реплики Или предложения Ну Если это Предложение Собственной тематики То Вот Темы Вы можете Можете Что-нибудь Предложить Вот Так Вопросы Иду И читаю Вопрос Лидия Васильевна Спрашивает Сотрудница Зарегистрировалась Получила сообщение Что регистрация Прошла успешно Но на почту Не пришла Страница Ссылки на вход Повторила Изменений Нет Да Ну Что я могу сказать Лидия Васильевна Проблемы В рассылке Есть не только У нас С сертификатами Но и У нашей Вебинарной системы Системы Мы Ну просто Чтобы вы Технологически Знали Конечно Вебинарная система Это не наше Собственное изобретение Это Мы Арендуем Вебинарную комнату В компании Мирополис Это одна из ведущих Компаний Которая Предоставляет Такие услуги И После регистрации Такая ссылка Должна прийти На Большинство из вас Приходит сразу Ссылка на вход Вебинар Если они не доходят Это единственное Что могло Произойти Где-то По пути Попала Ссылка В Спам Возможно Возможно Это ваша сотрудница Просто слишком часто Подобные письма Которые Ее Не касались Или были Ей неинтересны Отправляла В В Папочку Спам И Ее Система Обучилась Это делать А то И дала Команду Вышестоящему Провайдеру На то Чтобы Подобные письма Ей не присылать Более подробно Сказать не могу Для меня самого Это покрыто Покрыто Тайной Разбираться С С путем Дохода Письма До вас Это Просто невозможно Это как правило 5-6 Различных Провайдеров Должно пройти Должно пройти Письмо Прежде чем Попадет Туда Куда Оно Должно Попасть И соответственно На каждом этапе Возможно Возможен Отсев Писем Ничего С этим Делать Сделать Не можем Будем Стараться Ну что Коллеги Спасибо И вам За то Что вы Пришли Приходите На наши Новые Вебинары Надеюсь Что вам Будет Интересно Так Что-то Появилось Снова В вопросах Ага Спасибо Ну что И вам Спасибо Если Вот Такие Вещи Происходят Еще Раз Могу Могу Посоветовать Можно Посоветовать Вашей Сотруднице Если У нее Есть Какая-то Другая Электронная Почта Зарегистрироваться С другой Электронной Почты Возможно В этом Случае Спам Фильтры Будут Обойдены И Проблема Будет Решена Это Не Есть Очень Хорошее Решение Но Тем Не Менее Это Решение Да Вижу Вижу Все Говорят Спасибо Да Ну Вот так Может быть Не обо всех Я все-таки Надеюсь Что На самом деле Будет Еще Интереснее Чем Я вам Рассказал Пока Не всех Новых Спикеров Я знаю Все-таки Полгода Нам предстоит До Июня Еще Многих Людей Я приглашу Интересных И по ходу Конечно Буду Рассказывать О Вот этих Всех Новшествах Ну Что ж Коллеги Пришло Время Прощаться Приходите На наши Вебинары Мы Вас Всегда Рады Рады Видеть Всего Хорошего До Новых Встреч В Директ Академии